Приемная комиссия Алтайского государственного университета. Народу пока немного, но документы уже подают. Юлия Киркегард не абитуриентка, уже студентка. В этом году поступает в магистратуру. После юриспруденции решила получить диплом специалиста по международным отношениям. В связи с тем, что очень часто бываю в Европе, и мне очень бы хотелось понять вообще природу политики, экономики и так далее. В прошлом году привели статистику, было 10 обучающихся, и 8 из них было бесплатно, и 2 платно. Получится ли у нее учиться в магистратуре за счет государства, пока неизвестно. Экзамены будут позже. Но точно можно сказать, что раньше ей, как и многим другим абитуриентам, поступление далось бы легче, поскольку бюджетных мест в магистратуру было больше. Сейчас же часть из них отдали на бакалавриат. Притом такая тенденция наблюдается отнюдь не в одном ВУЗе. Наши работодатели, они спокойно принимают на работу выпускников бакалавриата, потому что это уже сложившиеся обученные инженеры, которые могут спокойно работать на предприятии. Магистратура с ее научной составляющей может быть не так интересно уже нашим работодателям. Зато бакалавриат и среднее профессиональное образование нужны как никогда. С ними связано и важное нововведение в системе госэкзаменов. Теперь один из предметов по ОГЭ или ЕГЭ можно пересдать, если не устраивает оценка. К 15-20 июля было абсолютно понятно, у кого какие ЕГЭ, у кого какие результаты. И вот к этому времени примерно уже было понятно, как сдают те, кто сдают внутренние испытания ВУЗа. То есть сейчас просто эта точка отодвигается во времени. Что касается бюджетных мест, то здесь ситуация напоминает прошлый год. Их число осталось примерно на том же уровне. В ОГЭ более трех тысяч, в политехе примерно две. Педагогический готов обучить за счет государства свыше 1300 студентов. Зато для платников есть неприятные изменения. Конкретно цены. Они выросли. В классическом университете по большей части на уровень инфляции 4,5%. В политехе на 7-8%. Рекордсменом стал педагогический, который сравнял цену с остальными ВУЗами. Стоимость обучения в этом году действительно увеличилась. Порядка 15-17%. Это связано с размерами нормативных затрат, утвержденных на 2024 год набора. Минимальная стоимость, если мы говорим про студентов первого курса бакалавриата, это 115 600 рублей. Это программа педагогического управления подготовки. Есть и вариант с целевым обучением. В этом году подать заявку на него легче. Поможет сайт «Работа России», который призван свести работодателей и абитуриентов со всей страны. На платформе будущий студент сможет сразу подать заявку на заключение договора после просмотра всех условий, которые выдвигает организация. Сам договор будет подписан уже после зачисления человека в учебное учреждение. Тотальный дефицит специалистов сегодня в определенной степени играет на руку абитуриентам. Рискуешь не пройти на бюджет, учишься по целевому направлению. Но в этом случае студент должен отработать у компании-спонсора от 3 до 5 лет. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.